Привет, друзья! Сегодня мы с вами обсудим военный фильм. Недавно он вышел на экран, и сейчас вы, скорее всего, сможете его посмотреть на Иве или где-то еще. Фильм называется «Помилование» 2023 года. Айнура Аскарова, режиссера Башкирского по повести, также башкирского поэта и писателя Мустая Карима. О чем же нам будет повествовать этот фильм? Это о сержанте Любомире Зухе, который и его любовная история. Чем закончилась его любовная история? Закончилась она военным трибуналом, так как данный сержант угнал танк для прощания со своей любимой цыганочкой, с которой познакомился, когда часть стояла в определенном месте перед боями в Сталинграде. Что еще вам сказать, что битвы вы в этом фильме не увидите? Очень-очень мало, если вы хотите посмотреть именно какие-то бои, то там этого нет. Фильм закручен вокруг именно любовной истории и военного трибунала, совершенного над Любомиром Зухом. Жалко ли его было? Режиссер Айну Раскаров передать жалость не сумел, так как это в военное время недопустимо, и любой командир мог бы расстрелять его даже без военного трибунала. Это как это? Угнать тапк. И самое главное, почему это произошло? Если мы с чисто психологической точки зрения рассмотрим сюжет фильма, я не знаю, это ли хотел передать Мустай Карим, но во всем у нас виновата женщина. И какая? Вовсе не цыганочка, с которой познакомился Любомир Зух, а виновата девушка, бывшая девушка, командира, которая дала ему отворот-поворот, он был в нее влюблен, предлагал выйти замуж. Но девушка сказала, что его не любит. У человека испортилось настроение, а тут Любомир Зух со своей любовью, со своей цыганочкой, счастьем и так далее. И, естественно, на эмоциях командир обратился в военный суд, чтобы расследовали, его ли боец угнал танк. Что и так было понятно, да, что его... О чем командир и пожалел потом. Хотя жалеть-то не о чем вовсе. Расстрелял бы его, да и все. Это как это? Угнал он танк. Еще бы самолет он угнал для прощания с кем-то там. Это ты ослушался не маму с папой. Его, кстати, его друзья, у него было два друга лейтенанта, предупреждал его друг, не пускал. За что получил по морде? Это же как? Как такое вообще возможно? Ну, значит, у нас возможно все получается. Так что, друзья, смотрите фильм. Если вы хотите посмотреть про любовь, вы там увидите. Если вы хотите посмотреть битвы, бои, вы их там не увидите. Могу ли я вам его порекомендовать? Для разового просмотра, конечно, можете посмотреть. Но не более того. Не сравним этот фильм с Нюрнбергом или с Праведником. Видео о них вы сможете, об этих фильмах, посмотреть на моем канале. Разбор фильмов. Всем удачи. Пока. До новых встреч. До новых встреч.